Как обстоят дела с окружающей средой в Паладарской области? Проблемы слабого затопления поймы Иртыша? На эти и многие другие вопросы ответила министр экологии Зульфия Сулейменова, которая с рабочим визитом посетила Экибастуз. Посечение города энергетиков и горняков началось с личного приема граждан, министром экологии и природных ресурсов, которая длилась несколько часов. Затем состоялась пресс-конференция, где Зульфия Сулейменова ответила на вопросы журналистов. Одной из актуальных стала тема слабого попуска Иртыша. С учетом погоды, к сожалению, мы большой приточности практически по всем бассейнам мы не увидели. На основе этого, конечно, любые попуски, мы их корректируем с учетом той водохозяйственной ситуации, которая складывается. Потому что если мы будем, например, сейчас все выпускать, всю воду, то понятно, что к какому-то моменту вода совсем может закончиться. То есть мы распределяем, делаем графики на основе той ситуации, которая складывается. Поэтому если идет меньше воды, это значит, что водохозяйственная обстановка, она именно вот такая. Интересовала журналистов и возможность введения ЧАЭС в ряде районов области в связи со сложившейся ситуацией. Как пояснила министр, прерогатива данной работы за местными исполнительными органами. Также Зульфия Сулейменова рассказала, что предпринимается для защиты экологии в области. Павлодарский регион является одним из лидеров в стране по объемам выброса загрязняющих веществ от промышленных предприятий. Здесь очень много предприятий первой категории. Это предприятия, которые оказывают наиболее высокое и сильное воздействие на окружающую среду за счет сбросов, за счет выбросов и так далее. Сейчас очень тесно работаем. В целом, вы знаете, что с 2025 года крупные предприятия начнут внедрять наилучшие доступные техники. Некоторые предприятия, которые здесь в Павлодарской области работают, уже в принципе в этом направлении планирование, работу уже начали здесь. Единственное, остается только контролировать, чтобы они по срокам очень дисциплинированно отрабатывали и действительно наилучшие доступные техники внедряли. Зульфия Сулейменова высказалась об основных сложностях в работе Министерства экологии и природных ресурсов. Это отток кадров из-за низких заработных плат и нехватка профессиональных специалистов. Отток – да, имеется. Нехватка – да, имеется. В лесной отрасли нехватка специалистов – да, имеется. По нормативам у нас, мы сейчас посчитали, у нас нехватка более трех тысяч человек. По нормативам нам не хватает людей – да, имеется. Нужно ли решать этот вопрос – да, однозначно необходимо решать. Но здесь нужно решать очень комплексно. После пресс-конференции с журналистами министр встретилась с жителями и ответила на насущные вопросы горожан. Ермик Сапаров, Алексей Мехедов, Ертис Акпарат из города Экибастуз.